В нарушении сразу нескольких статей земельного кодекса обнаружили надзорные органы в Качкуровском районе. На берегу Суры частники выкупили сельскохозяйственную землю, начали активное строительство и преградили свободный доступ к реке. Собственники считают, что никакие законы они не нарушили. Но и рассказать о том, что в результате должно появиться на месте бывших плодородных полей, категорически отказываются. Ты камеру убери от меня! Ну, Ракша, совсем... Этот человек, угрожая судом и возмездием, стремительно уезжает с берега Суры. Он якобы просто привез сюда рабочих, чтобы они строили. А вот что именно строили, непонятно. Вот видите, гараж, что ли здесь будет? Откуда мы знаем, что ли? Мы откуда? Нам кто, что ли? Нам сказали, вот, вам оплатят, да и все, мы работаем. На самом деле, для одного гаража стройка слишком масштабная. Больше 60 гектаров, по документам, относящихся к сельхозугодиям, кто-то основательно готовит к загадочной застройке. Территория на самом берегу Суры со всех сторон огорожена заборами. Просто так сюда ни пройти, ни проехать. Ну, наш какой-то местный строит, и кто там. Земля частная. Нам какая разница? Я не буду смотреть, частная, не частная там она, земля. Я сделал, отдайте мне за работу и все. Этот таинственный объект привлек к себе внимание контролирующих органов. Сотрудники земельного реестра приехали, чтобы установить истину. Раньше это поле было разделено на паи, и его выкупили частные лица, что законом совсем не запрещено. Но новые хозяева вполне могли нарушить границы, установленные в документах, то есть самовольно захватить чужую территорию. Недавно было заливо, столбы заливо. То есть, вполне возможно, они устанавливали. Ну, будем устанавливать, приглашать. Чтобы увидеть реальные границы, геодезисты с помощью спутникового оборудования вычисляют фактическую площадь застройки. Но уже явно, что здесь нарушено еще одно законодательство – водные. Реки протяженностью более 50 километров должны иметь по берегам 50-метровую охранную зону, а забор упирается в отвесный склон. Наша цель – выявить, есть ли на данный момент самовольно занятие земельных участков со стороны собственников данных земельных участков. Как известно, здесь собственниками являются два физических лица. Пока не построены объекты, мы точно определить не сможем, есть ли здесь нарушения именно по нецелевому назначению. Ну, а вот по самовольным занятиям вполне возможно. Единственное, чем могут сейчас узаконить использование площади застройщики – это построить здесь какой-нибудь сарай и изменить периметр ограждения, оставив доступ к реке свободным для всех желающих. Тогда надзирателям придраться будет уже не к чему. Только вряд ли новые хозяева планировали именно так распорядиться своими угодьями. А вот еще один местный руководитель. Он уверяет, что закон они не нарушают – строят склад под зерно. Так что сельскохозяйственные земли используют по прямому назначению. Но если все так благородно, то почему этот человек, впрочем, как и его коллеги, прячут свои лица от камеры? Людмила Кусерова, Григорий Денисов. Наши новости. Качкуровский район Республика Мордовия.